МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, а это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Поддержать молодых специалистов рублем. Медики Приморья рассчитывают, что финансовая поддержка края поможет преодолеть кадровый кризис в сфере здравоохранения. Это впервые такая ситуация, когда мотивация студентов, а потом в будущем врачей идет и зиждется на экономические проблемы. Бесплодию наперекор. Ведущий специалист по ЭКО из Республики Корея встретился во Владивостоке с детьми, которым дал возможность родиться. Торжество таланта. Во Владивостоке прошел гала-концерт международного конкурса искусств «Белое крыло. Париж-Владивосток». Теперь мы уже знакомы со многими участниками и ждем их в Париже. Ждем их у нас. Также в выпуске около 200 тысяч незадекларированных долларов США и 1000 евро задержали сотрудники таможни. И еще раз скажем, в международном аэропорту Владивосток стартовала благотворительная акция «Щедрый вторник». Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Экипаж теплохода «Степан Гейтс» порт приписки «Находка» спас четырех севернокорейских рыбаков, стерпившей бедствие шхуны в Японском море. Это произошло примерно в 60 милях к югу от порта Пасет. Российское судно следовало в порт Владивосток. Людей подняли на борт со шхуны, которая впоследствии затонула. Об этом сообщили в Морском спасательном координационном центре. Состояние спасенных рыбаков удовлетворительное. Были оповещены соответствующие службы и генконсульство КНДР во Владивостоке. Очевидцы ДТП, которое произошло накануне на центральной улице Уссурийска, были потрясены увиденным. 15-летнюю школьницу дважды переехал джип. Ребенок не только остался жив, но и не получил ни одного перелома. В районе дома номер 91А по улице Некрасова при повороте автомобиль Хонда CR-V не пропустил школьницу, переходящую дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора, и дважды проехал по ней. За рулем джипа находилась 30-летняя девушка. Ребенка доставили в больницу на обследование. Выяснилось, что у пострадавшей нет ни одного перелома, сообщает информагентство Усур-Медиа со ссылкой на госавтоинспекцию. И тем не менее, сказать, что ребенок совсем не пострадал, нельзя. При обследовании выяснилось, что у девочки сотрясение головного мозга и ушиб правого бедра. А вот ДТП на улице Светландской во Владивостоке закончилась трагедией. Полицейской сдержали водителя автомобиля 42-летнего местного жителя, который в воскресенье сбил трех пешеходов и скрылся с места аварии. Один из сбитых пешеходов скончался на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело. Водитель автомашины Тойота Алион, значительно превысив скорость, на улице Светландской во Владивостоке совершил наезд на троих пешеходов, после чего столкнулся с двумя припаркованными у дороги иномарками. Не оказав помощи пострадавшим, мужчина бросил автомашину и покинул место дорожно-транспортного происшествия. В результате 26-летний пешеход погиб, а мужчина 1988 года рождения доставлен в реанимацию. Третий пешеход отправлен на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции установили личность и задержали владельца Тойоты. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, объяснив свой неблаговитный поступок тем, что находился в состоянии шока. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Фигуранта заключили под стражу. Ему могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. К другим темам. Около 200 тысяч незадекларированных долларов США и 1000 евро задержали сотрудники таможенного поста аэропорт Владивосток Владивостокской таможни у гражданина КНДР, убывающего рейсом Владивосток-Пхеньян. Сотрудник Владивостокской таможни остановил пассажира на зеленом коридоре зала вылета. Незаконно вывозимые наличные денежные средства задержаны. В ходе устного опроса мужчина заявил, что имеет при себе незадекларированные денежные средства и предъявил их к таможенному осмотру. Валюта была упакована в коробку от обуви, находившейся в кожаной сумке. Так как гражданин КНДР не задекларировал иностранную валюту в установленном законном порядке, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За контрабанду валюты гражданину грозит штраф до 15-ти кратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств. Возможно также ограничение свободы сроком до 4-х лет. Владивостокская таможня, в свою очередь, напоминает, что при единовременном вывозе или ввозе наличных денежных средств в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме. Тем временем приморские экспортеры отправили в Китай тысячи тонн кедрового ореха, собранного в уссурийской тайге по цене скорлупы. Официальная цена экспортных даров в тайге оказалась почти в 10 раз ниже, чем на внутреннем рынке. На нелегальную скупку и вывоз кедрового ореха гражданам КНР пожаловался один из жителей Красноармейского района во время традиционной встречи главы региона с населением. По его словам, в сезон сбора шишки на 30-километровом участке дороги из поселка Восток в село Глубинное, 6-7 пунктов приема ведут его незаконную скупку. Олег Кожемяка заявил, что не даст незаконно вывозить орех в Китай. Он заявил, что сохранение и переработка природного сырья в крае – это вопрос государственной важности, поэтому он не допустит незаконного вывоза ореха за границу. Приведя в пример свой опыт работы по борьбе с нелегальным вывозом леса в Амурской области, глава приморья подчеркнул, что данный вопрос должен решаться органами власти и надзора совместно. Он обратился к сотрудникам местных силовых структур и призвал навести порядок в этом вопросе. Проработкой вопроса займутся Департамент лесного хозяйства края, органы ОМВД и прокуратура. К другим темам. Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также подготовку национальной программы развития Дальнего Востока до 2035-го, обсуждали во вторник во Владивостоке на заседании Совета при полпреде президента России в ДФО. На совещании с полпредом Юрием Трудневым присутствовали все губернаторы и временно исполняющие обязанности губернаторов Дальневосточного федерального округа и двух новых регионов, недавно присоединенных к округу Бурятий и Забайкалья. Теперь на них также будут распространяться преференции и требования, применяемые к дальневосточным субъектам. В совещании принял участие глава Приморского края Олег Кожемяка. В ходе Совета были рассмотрены вопросы увеличения продолжительности жизни в дальневосточных регионах, предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, ремонта аварийных дорог и мостов в дальневосточных городах и селах. Наша съемочная группа побывала на совещании. Мы познакомим вас с итогами встречи в ближайших выпусках. Избирательную кампанию по выборам губернатора. Нарушения в ее ходе и проблемы законодательства обсудили представители СМИ Приморья на встрече с правозащитником и общественным деятелем, руководителем Московского бюро по правам человека, представителем Совета при президенте по развитию гражданского общества, сопредседателем коалиции за честные выборы Александром Продом. В регион он приехал специально, чтобы встретиться с краеизбиркомом и представителями различных партий, кандидатами в губернаторы, уполномоченным по правам человека и общественной палатой. Встреча с журналистами, которые представляют приморские телеканалы, газеты и интернет-ресурсы, прошла в конференц-зале издательского дома «Бизнес-кейс». Важно заявить, говорит Александр Брод, какие есть претензии, жалобы в избирком, насколько активно и адекватно избирком и правоохранительные органы реагируют на эти возможные нарушения. Одной из обсуждаемых тем, отметил Александр Брод, по-прежнему остается отказ в регистрации некоторым кандидатам, в частности, самовыдвиженцу Андрею Ищенко. Ищенко не пропустили законно, считает правозащитник. Он поделился документальными подтверждениями, по которым видно, что треть всех подписей, собранных Андреем Ищенко, является недействительной. По избирательному кодексу Приморского края проверке подлежат все 100% подписей, в отличие от некоторых регионов, где подписи проверяют избирательно. Буквально по каждому листу, поданному в Центр избирком, Андрея Ищенко, есть замечание, говорит Александр Брод. Записи дат в графе дата внесения подписи выполнены одним лицом, например. Подписи выполнены одним лицом, но не сборщиком подписи. Записи в графах фамилии, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серии номер паспорта выполнены одним лицом, но не сборщиком подписи. И так далее, и так далее. И если обобщать основные претензии к качеству подписи, то согласно документам, согласно протоколу проверки подписных листов Ищенко выявлено 2664 недействительных подписей и из представленных 7999. Это треть всех подписей избирателей за Ищенко. К слову, в Приморье начинается подготовка наблюдателей, которые будут работать в день голосования 16 декабря на всех избирательных участках. Всего в крае сформируют 1311 участков. На 145 будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней. Все протоколы снабьят QR-кодами, что исключит их подделку и переписывание. Сейчас решается вопрос по установке на участках обязательного видеонаблюдения. Двухдневная ярмарка вакансий для будущих врачей проходит во Владивостоке. К участию в ней приглашены ординаторы и студенты старших курсов всех специальностей Тихоокеанского государственного медицинского университета. Ярмарка дает возможность пообщаться с главными врачами больницы-поликлиник, узнать о перспективах профессионального развития, а также задать личные вопросы на интересующие темы и в результате определиться с местом будущей работы. Подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Позаботиться о своем будущем заранее. Студенты и ординаторы ТГМУ смогли получить ответы на интересующие их вопросы о работе и вариантах трудоустройства в медицинской организации Приморского края, а также найти работу. Ярмарка вакансий в этот раз собрала более 50 медицинских учреждений не только Приморья, но и других регионов Дальнего Востока. Представители медицинских организаций из Владивостока, Уссурийска, а также Сахалина и Камчатки уже точно знали, какие специалисты им нужны. Я сегодня ищу лор-врачей и педиатров. Вот один лор-врач вот у меня уже был, то есть я его уже называю. Это наш целевик, который мы уже обучаем второй год. Ну вот сейчас вот подходит буква ЧКП, то есть сейчас будет педиатрия. Ну надеюсь, может кто-нибудь найду, кого-нибудь. Поскольку направленность нашего учреждения это в основном детское, оказание детской специализированной помощи, поэтому я сегодня пришел сюда в надежде найти детского кардиолога, причем мужчину. По большому счету у нас все остальные специалисты есть, хотя тоже нуждаемся, так сказать, и в андрологах детских, и в офтальмологах, и неврологи необходимы. Большинство студентов и ординаторов уже определились с выбором города и места будущей работы. Екатерина обучается по специальности психиатрия второй год. Уже сейчас она точно знает, где будет работать. Я хочу уехать в город Спасдальний, в психиатрическую больницу, и там продолжить работу после окончания вуза. Ну мы там уезжаем, потому что у меня там муж, и естественно семья там, поэтому друзья, кто куда, по Приморскому краю, кто-то вообще уезжает в другие регионы. Ну у кого-то тоже семейные обстоятельства, какие-то условия лучшего проживания и так далее. Ну заработная плата, конечно. Отметим, что ситуация с финансированием и обеспечением кадрами в сфере здравоохранения Приморья напряжённая, и поэтому стала одной из первых, которую взял на контроль глава региона с момента начала своей работы в крае. Олег Кожемяка уже успел добиться от федерального центра финансирования почти на 2 миллиарда рублей в счёт погашения долгов медицинских учреждений. Сегодня, по его словам, в крае уже разработан комплекс мер, которые позволят привлечь специалистов в систему первичного звена. Это подъёмные, компенсации услуг ЖКХ, доплата за аренду квартиры порядка 20 тысяч рублей, доплата к окладу. С теми начинаниями, которые сегодня предлагает Олег Николаевич Кожемяка, я уже 38 лет главный врач, это впервые такая ситуация, когда мотивация студентов, а потом в будущем врачей, идёт и зиждется на экономических проблемах, то есть те социальные вопросы, которые сегодня любого молодого человека интересуют. В ходе ярмарки студенты и ординаторы смогли узнать о том, какие льготы, социальные и компенсационные выплаты предусмотрены администрацией Приморья для тех, кто придёт на службу в региональное здравоохранение. Многие заключали договор сразу на месте, а кто-то в очередной раз убеждался в правильности своего выбора. Для меня эта ярмарка закончилась совершенно неожиданно, потому что я думала, что я пойду в ординатуру, но всё так получилось, что в итоге я иду работать. Я буду работать во Владивостоке, в больнице, у которой есть и госпитальное, и поликлиническое отделение, соответственно, у меня есть выбор. Заключил договор со Спаско-городской поликлиникой. Там буду проходить сейчас производственную практику, а в будущем там буду проходить, ну, работать. Ежегодно в медицинские учреждения устраиваются выпускники ТГМУ. Однако это, по словам специалистов, не покрывает существующий дефицит кадров в сфере здравоохранения. В настоящее время в медучреждениях края требуется более тысячи врачей разных направлений. Надежды на решение данной проблемы возлагают на закон о мерах социальной поддержки для некоторых категорий граждан. Так, ежемесячно молодым специалистам будут выплачиваться 10 тысяч рублей до получения ими пятилетнего стажа. В северных районах данная выплата будет составлять 20 тысяч рублей. Также предусмотрена единовременная выплата, сумма которой будет устанавливаться в зависимости от территории, куда пребывает молодой специалист. Она будет варьироваться от 500 до 750 тысяч рублей. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Почти 380 школ Приморского края подключено за две последние недели к высокоскоростному интернету. Это около двух третий из 570 общеобразовательных учреждений, где должны быть выполнены инсталляционные работы. Как сообщалось ранее, общеобразовательные учреждения края остались без централизованного интернета в июле текущего года, когда не состоялись торги по приобретению услуг связи. С просьбой решить вопрос к главе региона Олегу Кожемяка обратились педагоги одной из школ Шкотовского района. В Приморском филиале Ростелекома отмечают, что работы уже завершены в школах Арсеньева, Большого Камня, Спаска Дальнего. На завершающем этапе работы в Уссурийске, Дальнегорске, Ольгинском, Надеждинском, Лесозаводском, Лазовском районах. Отметим, что скорость канала, подключенного по оптике, будет максимально возможной. Также для педагогов и учащихся устанавливают точки доступа Wi-Fi. Для обеспечения безопасности регистрация в сети возможна будет только через портал Госуслуг. Помимо этого, учителя смогут беспрепятственно пользоваться электронным дневником. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Минобороны показала первый пуск крылатой ракеты «Уран» с корвета громкие. В Международном аэропорту Владивосток стартовала благотворительная акция «Щедрый вторник». Тонкий лёд не тормозит отважных рыбаков в желании начать сезон зимней рыбалки во Владивостоке. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санос» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемое повреждение. Травмпункт медицинского центра «Санос». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Минобороны показала первый пуск крылатой ракеты «Уран» с корвета «Громкие». В Международном аэропорту Владивосток стартовала благотворительная акция «Щедрый вторник». Тонкий лед не тормозит отважных рыбаков в желании начать сезон зимней рыбалки во Владивостоке. Новейший корвет «Громкий», который вскоре должен войти в состав Тихоокеанского флота, в акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Уран». Стрельбы прошли в рамках программы заводских, ходовых и государственных испытаний. Цель была поражена на удалении в 40 километров. Выполнять упражнения помогали боевые корабли, вспомогательные суда, а также самолеты морской авиации «ТОВ». Новейший корвет «Громкий», построенный на Амурском судостроительном заводе, ранее находился на достроечной базе во Владивостоке. До конца текущего года он пополнит ряды военно-морских сил Тихоокеанского флота. На сегодняшний день в составе ВМФ России пять корветов данного типа. Международный аэропорт Владивосток присоединился к благотворительной акции «Щедрый вторник» в поддержку детей с онкологическими заболеваниями, которая была приурочена к Международному дню благотворительности. К слову, акция «Щедрый вторник» проходит в воздушной гавани Приморья уже в третий раз. В аэровокзальном комплексе на первом этаже установлен куб для пожертвований. Каждый желающий имеет возможность принять участие в благотворительной деятельности и оказать реальную помощь больным детям. Все денежные средства, собранные в ходе акции, будут переданы в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Напомним, общественная инициатива «Щедрый вторник» родилась четыре года назад и уже получила распространение в 68 странах мира. В последний вторник ноября миллионы последователей инициативы организовывают акции, делают пожертвования, участвуют в делах и инициативах в пользу благотворительных организаций, а также размещают информацию об этом в социальных сетях, на сайте и других медиа. Рассказать об основных причинах бесплодия и самых эффективных путях их решения. Такие цели ставила школа-семинар под названием «Бесплодию наперекор», которое состоялось в Центре эндокринного здоровья и репродукции «Примавера». Мероприятие, приуроченное к Всероссийскому Дню Матери, посетил почетный гость профессор Ли Сангачан из медицинской клиники Пусана Сехва. Об успешных секретах метода ЭКО и новых возможностях современной медицины расскажем в нашем следующем сюжете. Эта трогательная встреча стала огромным сюрпризом для профессора из Республики Кореи Ли Сангчана. Уже 25 лет он дарит счастье тем, кто уже не верил, что в их семье будет ребенок. Но эти малыши доказывают, невозможное возможно. Я невероятно рад. Я так благодарен за эту встречу, мои чувства как доктора, за такие достижения. Когда я вижу пациентов своих с детьми, чувства захватывают меня, как профессора. Потому что это достижение, это труд, настолько кропотливый и долгий, и тяжелый. И с другой стороны, очень тяжело, когда у пациентов случаются неудачные попытки. Клиника профессора Ли Сангчана на данный момент единственная в Южной Корее, занимается исключительно вопросами вспомогательных репродуктивных технологий и входит в десятку лучших в стране. Специалистам клиники Сехва удалось достигнуть высоких результатов. Возможности успешного ЭКО до 35 лет в парах почти 60%, после 35 лет — 45%. Такая статистика положительно выделяется среди мировых клиник. Своим бесценным опытом профессор приехал поделиться со специалистами медцентра «Примавера». Эмбриологический этап, который осуществляется в этой клинике, достойен уважения. Это высочайшего класса эмбриологи, которыми профессор гордится. И они представляют свои результаты всему сообществу. На Востоке, в Японии у него только состоялась поездка в Японию три дня назад, обмен в очень большой крупной университетской клинике. За мировым опытом коллег-репродуктологов врачи центра «Примавера» внимательно следят и всегда готовы не только делиться своими знаниями, но и продолжать учиться самим. Ведь достижения в области медицины они с успехом применяют в отношении своих пациентов. Не всё есть у нас здесь на территории Приморского края, хотя у нас есть клиники, которые успешно этими вопросами занимаются. Но то, что происходит параллельно в клиниках Южной Кореи, в частности в клинике Сехва, это, повторю, достойно уважения и возможности перенимать вот этот опыт, который они нам привезли. В России 20% бесплодных браков. В чём причины и каковы самые эффективные пути их решения? На эти и другие немаловажные вопросы специалисты ответили в рамках школы-семинара «Бесплодию наперекор». В частности, медики отмечают, что основными причинами бесплодия чаще всего являются перенесённые воспалительные заболевания органов малого таза, которые вызывают спаечные процессы и патологии маточных труб. А вот эндокринное бесплодие сложнее поддаётся лечению. Таких пациентов лечат совместно. Гинеколог-эндокринолог, эндокринолог, уролог-андролог. Некоторые пары воспользовались уникальной возможностью лично задать вопрос профессору Ли Сангчану. Мой принцип работы всегда был построен на доверии. Пациент должен встретить того специалиста, которому будет доверять. Именно от этого зависит многое, зависит дальнейший успех. Доверие – самый первый принцип успешности экстракорпорального оплодотворения. Анна Бережная, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Во Владивостоке прошёл гала-концерт международного конкурса искусств «Белое крыло Париж-Владивосток». Одарённых детей и разновозрастных артистов – вокалистов, танцоров, циркачей, театралов и гимнастов наградили дипломами и призами. Цель жюри конкурса – объединить профессионалов для творческого обмена опытом и идеями, а также способствовать созданию новых творений. Отметим, во время каждого творческого проекта организаторы – это культурная ассоциация «Эспланада», ЮНЕСКО совместно с Приморской краевой филармонией проводят сбор средств для оказания адресной помощи больным детям. На большом финале международной культурной манифестации побывала и наша съёмочная группа. Все подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. В течение нескольких дней юные таланты со всего Дальнего Востока удивляли и радовали жюри из Парижа и Санкт-Петербурга. И вот лучшие выступают на сцене на Гранд-гала-концерте. Фестиваль «Белое крыло» впервые проходит во Владивостоке, однако в Дальневосточном регионе его проводят второй год подряд. В прошлом году талантливые дети соревновались в Хабаровске. Мы проехали от Парижа до Владивостока, пересекли фактически континент, чтобы оказаться здесь и встретиться со всеми этими прекрасными артистами, которых сегодня вы видели. Теперь мы уже знакомы со многими участниками и ждём их в Париже, ждём их у нас. Этот международный проект организован Французской культурной ассоциацией «Эспланада ЮНЕСКО» совместно с Приморской краевой филармонией. Конкурс открыл одарённых детей разного возраста в хореографии, вокале, инструментальных, театральных и пластических искусствах. В разные годы эта международная манифестация проводилась в Германии, Чехии и Франции. А в этот раз зрители смогли насладиться яркими и красочными выступлениями коллективов Дальнего Востока России. Мне кажется, мы всё сделали правильно. Мне тоже, потому что мы выступали хорошо очень. Мы старались улыбаться, мы растягивались перед занятием, то есть постарались выложиться по максимуму. Было, конечно, немножко страшно, но всё равно как бы мы старались. Каждый раз выступаешь как новый, всегда страшно. Я не первый раз выступаю, каждый раз, когда мы выступаем, это волнение. Мы занимаемся второй год, очень нравится. Мы второй раз на этом конкурсе. В прошлом году были в Хабаровске. В прошлом году стали лауреатами третьей степени. Фестиваль носит не только конкурсный характер, но и объединяет профессионалов для творческого обмена опытом и идеями. Очень хорошие впечатления. Мне нравятся номера и других коллективов. Конечно, мы не хуже поступаем, хорошо. У нас номер в оригинальном жанре – цирковое искусство. И конкуренции не так много, потому что цирковой жанр достаточно редкий. Но всё равно конкуренты все очень сильные и есть с кем соревноваться. В процессе Гранд Гала состоялась церемония награждения руководителей и коллективов победителей конкурса искусств «Белое крыло Париж-Владивосток». Всего для конкурса было учреждено пять гран-при, а также вручены именные дипломы и уникальные памятные призы ручной работы. Мы стали не только лауреатами, но и взяли гран-при фестиваля. Вы вообще довольны выступлением своих ребят? Наверное, можно это увидеть по их счастливым лицам. И по тем аплодисментам зрителей, которые сидели в зале. Это был гром, шквал. Нам было очень приятно, спасибо. Фестиваль «Белое крыло Париж-Владивосток» открыл новые имена талантливых детей Дальнего Востока. Многие из конкурсантов получили приглашение выступить в Париже, Берлине или Праге с сольной концертной программой. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Конец ноября – это традиционное время начала зимней рыбалки в акваториях Владивостока. Уверенные в этом фанаты подлёдного клёва уже собрались с Настей и выдвинулись в ближайшие мелководные бухты на острове Русский и в районе Угольной. Однако их восторга по случаю начала сезона не разделяют ни синоптики, ни спасатели. Лёд ещё совсем тонкий и выход на него очень опасен. К слову, историями своих рискованных приключений приморские рыбаки-любители щедро делятся в социальных сетях. Если в прошлом году к концу ноября в Приморской акватории наблюдалась более благоприятная для рыбалки ледовая обстановка и толщина ледового покрова составляла 7-8 сантиметров, то в этом сезоне всё иначе. Радующие большинство горожан тёплые деньки и положительные температуры отрицательно сказываются на морской подлённой рыбалке. Специалисты отмечают, что о безопасном слое льда можно будет говорить примерно в середине декабря. Сейчас ледообразование уже началось в бухтах острова Русский и в Амурском заливе, но лёд ещё слишком тонкий – до 5 сантиметров. Он ещё крайне нестабилен и опасен. Далее о спорте. Футбольный клуб «Луч» провёл последний матч этого года. Волейболистские приморочки одержали четвёртую домашнюю победу подряд. Танцевальная пара из Владивостока стала победителем первенства России. Все подробности узнаем у Максима Яковлева. Футбольный клуб «Луч» провёл последний матч в этом году. Заключительную игру первой половины сезона приморцы провели с Армавиром. Тигры выступали в роли гостей, и это чувствовалось с самого старта. Хозяева после плотного прессинга уже на 22-й минуте открыли счёт. Мичуренков ловко перебросил вышедшего из ворот Котлерова. Однако спустя всего 10 минут «Луч» смог сравняться. Тигры заработали пенальти после толчка в спину во вратарской зоне. 11-метровый удар точно исполнил Замалиев. 1-1. После этого у обеих команд была ещё уйма моментов. Но, видимо, уже из-за усталости футболисты допускали ошибки и не доводили дело до конца. В итоге матч так и закончился ничейным результатом. Больше приходилось играть в обороне, и нам нужна была пауза, поэтому мы немножко эти паузы увеличивали, чтобы передохнуть. Чтобы всё-таки тройной выезд он даёт о себе знать. Действительно сложно со всеми тремя командами, и с «Балтикой», и с «Зенитом-2». Приморцы таким образом продлили свою беспроигрышную серию до 13 матчей. Правда, и побед у «Луча» за это время было немного. Тем не менее, «жёлто-синий» под конец первой половины сезона поднялись на десятую строчку в таблице. От первой четвёрки их отделяют всего три очка. Теперь «Тигров» ждёт зимний отпуск, после которого они, скорее всего, проведут выездные сборы. А продолжат чемпионат футболисты лишь в марте 2019 года. Приморочка у себя дома дважды разгромила команду «ЮСГУ Атом». В прошлом сезоне этот курский волейбольный клуб был главным нашим соперником в борьбе за серебро чемпионата. Но в матчах во Владивостоке гости подкачали. Наши девушки сначала хоть и давали фору, однако затем быстро выходили вперёд. В итоге двухматчевая серия закончилась с одним и тем же результатом – 3-0 в пользу Приморочки. Уверенная двойная победа подняла нашу команду на четвёртое место в турнирной таблице. Следующие матчи Владивостокский клуб проведёт уже на выезде. 8 и 9 декабря к себе в гости будут ждать волейболистки Липецка. Пара из Приморья впервые выиграла золото первенства России по танцевальному спорту. Крупные национальные соревнования проходили в подмосковных Клюберцах. Там встречались юниоры и юниорки со всех уголков страны. Свою танцевальную грацию спортсмены показывали в латиноамериканской и европейской программах. Танцевальная пара из Приморского края Владислав Стыцюк и Ирина Калачанова впервые заняла первое место и стала победителем первенства России. Спортсмены базируются во Владивостоке, где сейчас, к слову, начнут подготовку к чемпионату России, который пройдёт в феврале в Москве. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок, ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Подготовку национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года обсуждали во вторник во Владивостоке на заседании Совета при полпреде президента РФ в ДФО. В Приморской столице собрались все главы регионов округа. Двухдневная ярмарка вакансий для будущих врачей проходит во Владивостоке. Медики рассчитывают, что финансовая поддержка молодых специалистов поможет преодолеть кадровый кризис в сфере здравоохранения. Приморские экспортеры сбывают богатство уссурийской тайги в Китае по цене мусора. Олег Кожемяка призвал силовые структуры навести порядок. Проработкой вопроса займутся департамент лесного хозяйства края, органы ОМВД и прокуратура. Новейший корвет «Громкий» в рамках программы заводских ходовых и государственных испытаний в акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Уран». Международный аэропорт «Владивосток» присоединился к благотворительной акции «Щедрый вторник» в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Во Владивостоке прошел галоконцерт международного конкурса искусств «Белое крыло. Париж-Владивосток». Лучшие из юных артистов смогут теперь показать свои выступления на зарубежных сценах. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы «Восьмого канала» во всех социальных сетях или же на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на «Восьмой канал Владивосток» в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. «Восьмой канал. Главное. Владивосток». Жители Южного Приморья в этом году наслаждаются аномально теплыми днями конца ноября. А комфортная погода за окном – еще один повод выбраться на природу. Ну а для детей особая радость – пообщаться с представителями приморской фауны в непринужденной обстановке. К слову, на днях сотрудники Приморского сафари-парка представили фильм, который адресовали детям и их родителям. И назвали они его «Веселые животные и их повадки». На забавных зверят и любопытных ребят смотрим все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на «Восьмом». Продолжение следует.